Главное, чтобы потом не было нареза, как это было с Айханом, с пулеметчиком, с Ахмедом Криком, которые говорили, что они меня разнесут, а потом в партере стучали все. Блин, с Аллахом, Ахмед Крик тебе стучал только по лицу. Мы с тобой еще увидимся, Артем. Хамзат Маэстро после своей ярчайшей победы над Мухаммедом Калмыковым загорелся с новой силой не только завоевать титул чемпиона, но и, возможно, попробовать свои силы в ММА. Вот такой комментарий Курив оставил под крайним постом Владислава Ковалева. «По-моему, я знаю результат. Слабенько ты подрался. Я готов в следующем году тебя в твоей же стихии разочаровать», – пишет Хамзат. В действительности об этом думать еще очень рано, как и о потенциальном поединке Курива с Белазом Смешки. Ведь первоначальная цель у Маэстро – это завоевание пояса в кулачке, которым на сегодняшний день владеет как раз-таки Ковалев. Влад вернулся в ММА, и в ближайшие несколько месяцев в кулачных боях мы его не увидим. Примерно как минимум до осени, как обозначил сам белорусский спортсмен. А там уже подготовка к защите титула против Амхада Нохчо. И если все сложится для него удачно, он разделит ринг на голых кулаках с Куриевом. А потом только можно рассмотреть и ММА. Да и то Хамзату стоит разогреться на пути к столь серьезным оппонентам. Ведь как будто ни было, Белаз – очень крепкий ММАшник, показавший достаточно серьезную оппозицию таким мастодонтам, как Марив Пираев и Шара Буллетт. Как вы думаете, какие шансы у Куриева в смешанных единоборствах? Все-таки для базового боксера он имеет кое-какие скиллы в борьбе, которые он продемонстрировал во время драки с Никулиным. Ахмед Эдельбиев, поймавший тишину аж на целый год, возвращается в медиапространство. Недавно Крик сообщил, что все это время проводил в зале и бросил вызов Эдику Кузьмину и Тимурлану Перматову. А вчера Ахмед выразил свое недовольство высказываниями Артема Тарасова на крайней конференции «Нашего дела». Главное, чтобы потом не было нарезок, как это было с Айханом, с пулеметчиком, с Ахмедом Криком, которые говорили, что они меня разнесут, а потом в партере стучали все. В отличие от Артема, дерущегося чуть ли не каждый месяц, у Эдельбиева большой простой по выступлениям, даже по меркам профи. Последний бой он провел в прошлом году против Фарида Едулаева, в котором одержал победу, а перед этим разделил клетку с Артемом Тарасовым. Тогда, ввиду нелегальных ударов, Ахмед был дисквалифицирован. Отсюда и такая реакция от Крика на поспешные высказывания со стороны Артема. Ждете ли вы возвращения Ахмеда Крика, а также его реванш с Тарасовым? Пишите ваше мнение в комментариях, не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в нищем ММА. Субтитры сделал DimaTorzok